всем привет мои дорогие радоваться мне всех приветствовать на моем канале большим приветом из польши я вам сегодня хочу ответить на вопрос который мне задала алёна леночка спасибо большое за вопрос очень кстати такой интересный как как для меня алёночка меня спрашивает наталья скажите где вам больше нравится где вам больше нравилось работать на заводе по изготовлению плитки либо на конфетной фабрике если ехать на 3-6 месяцев и вот хочу ребята ответить на этот вопрос прежде всего конечно если ехать на 3-6 месяцев то для этого лучше побольше заработать то есть вы едете не на постоянно вы едете на какие-то месяца я понимаю что вы и что вы едете назад потом в украину поэтому выбирать нужно работу где вам будут больше оплачивать если брать во внимание конфетную фабрику ну то скажу конечно на конфетной фабрике много не заработаешь это сразу вам могу сказать даже если будете работать по 12 часов чтобы заработать нужно проработать на конфетной фабрике по умове прачи для того чтобы эти 12 часов у вас считались в двойном размере ну теперь перехожу к вопросу о том где мне больше нравилось ну прежде всего скажу преимущество этих двух работ значит по по частоте те работы конечно конфетная фабрика идет на первом месте почему рассказываю на конфетной фабрике вы будете работать в чистом белом халате у вас значит будут вы в основном будете сидеть на линии либо сидя либо стоя вашу работу будет значит входить сортировка конфет вы будете улаживать значит каждый работник который работает на линии делать определенную задачу операцию один вложить допустим какие-то шарики значит идут получит а это по линии идут коробочки в этих коробочках каждый знает в какую ячейку ему нужно положить конфеты один класс допустим кладывает синие шарики другой там кладывает 2 3 зайцев там 3 вкладывает мишек как правило в основном это по 2 конфеты вкладывает бывает операции когда человеку нужно вкладывать три конфеты а бывает когда и 5 ну 5 это очень сложно это быстро это правило идет на на скорость но хочу сказать преимущество еще в том что чисто вы сидите на конвейере вы знаете что вам надо сделать сейчас и что вы будете делать еще через час то есть постепенно не спеша работаете плюсы еще то что конечно вы можете попробовать швейцарский шоколад плюсы еще в том что допустим там есть плюсы конечно в том что там есть график восьмичасовой вы можете работать и есть 12 но восемь часов это самое лучшее но и мне всегда говорят почему вот вот вы больше про польшу рассказывать это все рассказывайте показываете знаете мой такой принцип лучше вам показывать и рассказывать вам интересно и смотреть улицы смотреть как здесь люди живут проживают какие здесь дома чем вы просто будете смотреть на мое лицо и я вам буду вещать какие-то новости которые поверьте у нас очень много интересных умных блогеров которые рассказывают новости польши это просто не мой конек я новости больше не рассказываю я просто в обычном простом формате показываю вам жизнь польши поэтому мой канал называется простая жизнь польши вот это вот детки за посмотрите какая красотища детки ходят детский садик лениться тут все красиво ну да это если сравнивать отвлеклась от темы вы извините пожалуйста то что я долго разговариваю это из преимуществ а то что действительно значит давайте ведь мышка конечно сегодня не в теме но чего будем рассказывать потихоньку как могу прежде всего конечно если сравнивать конфетную фабрику и плитку на плитке значит работать очень тяжело кафельный завод на котором я работаю единственный плюс в этом кафельном заводе это то что я работаю по умове операции то что здесь делают документы это знаете самый большой плюс который может как перри перевешивает все вот эти минусы всей этой работы чтобы сказать мне здесь нравится это обмануть вас просто здесь работа очень тяжелая здесь работа связана 12 часовым графиком где вы приходите и вам надо целый день сумме в гамме в пыли в грязи значит следить за линии чтобы плитка шла чтобы она была не битая чтобы она хорошо равномерно покрывала покрытие там и что можно сказать если если вы вам будет сложно справляться то не знаю смогут будут ли вас держать но не могу сказать вроде никого так я не видела чтобы увольняли единственное люди увольняли сами потому что им было тяжело они не справлялись ему с тем заданием но никто никого не увольнял единственное было такое что людей не получалось и там были конфликты с начальником с этим нас с бригадирами это было да вот это самое большое преимущество а так из минусов это грязь это пыль это цеха горячие летом нагревается температура воздуха до 35-36 градусов это если вот на улице жарко крыша нагревается это просто невыносимо люди изнывают в этих цехах я сама когда жара ту изнываем когда более-менее нам еще легче работать но зарплата оставляет желать лучшего посредние зарплата т2 600 бывает иногда у нас через месяц сейчас стали давать бригадурки то есть мы немножко больше получается перерабатываем какие-то там 22 либо три дней ну сколько каждый получается через месяц нам дают эти бригадурки но бригадурки это бывает 500 600 злотых добавляется этим 2 600 поэтому сильно рассчитывать на что-то я вне стала работая с работа работа тяжелая работа не из легких это то что касается завода по изготовлению плитки но плюсы что мы в аппарате и делают документы шоколадная фабрика я работала по умове из лицания работа в основном чистая плюсов полно что ты можешь как по 8 так и по 12 но самый большой был минус то что не делали документы это опять же если мова за цене если вас будут устраивать предприятия по умове аппарате там полно разных фирм который устраивает я работала через фирму которая не устраивала нас по умове аппарате делала только умове злоцени и за и мы обязаны были по 12 часов работать иногда туда только у нас выходила в ночные смены по 8 но конфетная фабрика это вообще очень неплохой вариант это если приехать на несколько месяцев можно конечно большим чем на скажу вам на кофейной плитке заработать не сильно много там чуть больше трех это если вы будете по 12 работать больше трех заработайте но хочу сказать там не сильно большая нагрузка есть фирмы которые предоставляют жилье где вы будете жить бесплатно но это надо опять же с фирмами связываться я сейчас не знаю сейчас меняется эти фирмы меняются людям на этих фирмах раньше этим занималась была марит такая фирма сейчас они тоже занимаются набирают людей на эту конфетную фабрику фирма вор профи тоже занималась и фирма jobs я сто процентов за этих фирмы уже постоянно сотрудничает с этой конфетной фабрика которая находится в каменной горе такой ребята сегодня рассказ я не не думаю сегодня конечно я так не готовилась просто пишу пришел вопрос и мне захотелось просто поделиться вот этой вот красотой показать вам немножко рассказать у меня сейчас такой период я сейчас буду встречать своего ребенка дочь моя едет и я вам буду по ходу рассказывать как она пересекала границу на бы час ехать самолетом что там надо какие документы я вам все из первых уст расскажу вот это вот сегодня такой маленький обзорчик вам я надеюсь вам было интересно послушать а я всегда с вами ваша наталья всех люблю целую всем позитива всем добра подписывайтесь на канал и ставьте лайки всех люблю и Продолжение следует...